Конечно, получать подарки приятно. Но и дарить подарки не менее удовольствия. Не зря же есть поговорка, что дарить подарки приятнее, нежели получать. Поэтому, дорогие женщины, девушки, ваша задача не требовать у мужчины подарок, а сделать так, чтобы ему было приятно подарить вам этот подарок. Есть такая концепция, что в отношениях мы получаем то, что не получили в родительской семье. Вот в родительской семье нам могли сказать, «Обойдешься! Тебе это не нужно! Ой, вырастешь, сама себе купишь!» А вот когда вы в отношениях, то здесь вы свободны, можете быть такими, какие вы есть и хотеть того, чего хотите. Если вы хотите подарок, то не нужно мужчину за это пилить. «Вот, другим девушкам уже подарили кольца, а ты почему ты мне не даришь? Где кольцо?» Нет. Можно намекнуть. И если мужчина любящий, он захочет сделать вам приятным. Вот, например, если мне муж покупает туфли, то я чувствую себя нормально и комфортно. Просто потому, что я понимаю, что я нахожусь в таких отношениях, где моему партнеру не все равно, к моему внутреннему миру, не все равно, что я чувствую. В гармоничной паре люди желают дарить удовольствие друг другу. В том числе это можно сделать и с помощью денег. И все-таки же не деньги главное, а главное те эмоции, которые мы получаем благодаря им. Даже люди, которые совсем мало зарабатывают, все равно могут себе позволить потратить деньги не на вещи, которые нужны, а на вещи, которые принесут радость. Или это даже не вещи, там, сходить в театр, в кино, но получить впечатление. Деньги должны быть способом получить впечатление, радость. И подарки должны быть эмоцией, а не просто подсчетом. Значит так, Сережа мне подарил кольцо, а Ваня машину. Угу, буду с Ваней. Конечно, мужчина хочет зарабатывать много, хочет обеспечивать свою женщину. Но в нашей стране не всегда это возможно. Поэтому не нужно давить на мужчину, не нужно заставлять мужчину, не нужно, чтобы он отдавал последнее, голодал ради того, что вы хотите брюлик. Нет. Но и давать слабинку тоже нельзя. Ведь женщина, она вдохновит. Если вы понизите планку, мужчина расслабится. И часто мужчине много не надо. Ну, носочки, трусики, коммуналочку оплатить и вечерком с друзьями напивку. Если у него нет женщины, то у него и нет стимула зарабатывать. Здесь главное держать баланс, смотреть. Чтобы зарабатывание денег и траты на вас были легкими, комфортными, с удовольствием, а не из последних сил, и лишь бы вы не ушли. В нашей стране очень часто принято ущемлять себя. Принято экономить, принято ограничивать себя. Это пошло еще с советских времен, когда роскость считалась чем-то плохим. А нам надо перестраиваться. Нам нужно понимать, что нам нужно достигать большего. Нам, как стране, нужно жить лучше. Нам нужно поднимать уровень, а не смиряться с тем, что у нас есть. Точно так же и в личной жизни. Нам нужно повышать планку, а не довольствоваться тем, что есть. Ну, не пьет и хорошо. Нет. Я не говорю, что мужчина должен зарабатывать много и дарить женщине подарки. Нет, я считаю, что никто никому ничего не должен. Отношения должны быть такими, чтобы вам хотелось и самой подарить подарок, и чтобы и ему хотелось подарить подарок вам. Чтобы вы хотели удовлетворять друг друга во всех аспектах, и чтобы вам это приносило удовольствие. Ну, во всем, конечно, нужна мера и баланс. Если он стремится, старается, а вы его будете задавливать, то совсем другая история. Знаете, очень часто мужчины не доверяют женщинам в покупках. Они думают, что женщины будут тратить направо и налево, что они будут распылять их деньги и бездумно заниматься шоппингом. Но это не так. Если ваш мужчина такого мнения, значит, вы должны его переубедить в обратном. Он должен доверять вашим мозгам. Вы пара, вы партнеры. И он должен понимать, что если вам нужны туфли, то они вам нужны не просто для очередной галочки, а они действительно принесут пользу, принесут радость, когда вы будете их носить. И самое главное в отношении – это разговаривать. «Хотите вы сережки от вашего мужчины?» Скажите ему. «Заинька, мне было приятно, если бы ты подарил мне вот эти сережки». Я думаю, он вам не откажет. «Хотите вы сережки от вашего мужчины?» «Авку!»